Библейский портал экзегет.ру представляет 128-й псалом для библейского портала «Экзегет». Считаю перевод российского библейского общества. «Песнь восхождения» носит название этот псалом, и это еще одна действительно песня восхождения, еще на одну ступеньку подъем. Прошлый 127-й псалом говорил о том, как Израиль получает мир, когда люди боятся Бога, когда они идут по его пути. Но если бы все так автоматически хорошо получалось, сплошное растворение воздухов и сплошное благо, которое Израиль получает всегда и везде, мы знаем, что не всегда это так получалось. И вот здесь уже своя драматургия, вот эти псалмовосхождения, они действительно от одного к другому ведут на какие-то новые ступени. И ведь начинались они, 119-й псалом, с крика о помощи, но если Господь мешался, это не значит, что больше никто и никогда его не обидит. Песнь восхождения. «С юности мои ноги угнетали меня», — говорил Израиль. «Но пусть теперь скажет, с юности мои ноги угнетали меня, но не одолели. Спина мою пахарь распахали длинными бороздами, но Господь справедлив, он ярмонечестивых сломал. Да посрамятся и обратятся вспять все, кто ненавидит Сион. Пусть станут они, как трава на крыше, что засыхает, прежде чем вырастет. Не коснутся ее руки жнеца, не соберет ее вяжущие снопы. И никто им не скажет, «Благослови вас, Господь, благословляем вас именем Господа». Вот смотрите, это совсем другой псалом, чем 119-й, хотя и там крик о помощи. И здесь, смотрите, спину пахали, распахали длинными бороздами, ну, плетками его сыкли, вероятно, да, то есть весь в таких шрамах. Но это не крик о помощи, это торжествующая песнь. Угнетали, но пусть теперь Израиль скажет, но не одолели. Господь сломал ярмонечестивых, да посрамятся и обратятся вспять все, кто ненавидит Сион. То есть, смотрите, оказывается, вот этот внутренний стержень у него теперь уже есть, в отличие от 119-го псалма. А эти враги, у них нет этого стержня, они как трава на крыше. Ну, крыши были глинобитными и плоскими обычно, поэтому, если там какое-нибудь семечко травяное падало в щель какую-то, и там вода сверху в сезон дождей поступала, то эта трава поднималась. Но, конечно, там нет ни почвы плодородной, ни условий каких-то. Она, безусловно, тут же засыхала под следующим солнечным каким-то днём. И из неё ничего никогда не вырастет. Вот это как раз враги Израиля. Они могут временно торжествовать, они могут расти на этой крыше. Кстати, вот тот же образ борозды на спине, которые пропахали, а сами они растут вот в трещине, в глине где-то на крыше. То есть, Израиль всё-таки, хотя вот и таким трагичным образом, он плодородная почва, тут растёт что-то, а они все это что-то случайное такое, сорняковое. И никто им не скажет, благослови вас Господь, благословляем вас именем Господа. То есть, благословение – это уже само по себе некое благо, которое получает человек или целый народ. Не только результат благословения, не только то, что Господь даёт, но и само это благо пожелания. Сами эти слова, они уже дают невероятно много. И тем не менее, не всегда молящиеся чувствуют, что всё так хорошо. Иногда, к сожалению, бывает довольно плохо, и 129-й Псалом будет молитвой на следующей ступени восхождения именно об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok